Здоровки, амиго. Погнали посмотрим видосчик. Это не пустые слова или байт. Сегодня я покажу вам, как, казалось бы, нежизнеспособная попытка скрестить биты, электрогитару и транс позволяет написать одни из самых значимых композиций в истории игровой музыки. Как сэмплы, выдернутые из молодежной комедии, фильма Топ Ган, композиции 80-х и выступления диктатора дают необычное звучание. И как появился новый музыкальный стиль, навсегда изменивший не просто саундтреки для видеоигр, но и всю музыку в целом. Эта история, посвященная Фрэнку Клипаке. Давай, Фрэнк, жги, Фрэнк! Вне всяких сомнений, как композитор, Фрэнк Клипаке обладает собственным фирменным стилем. Достаточно лишь раз послушать его треки, и впоследствии это звучание можно будет определить без труда. Но что вообще такое фирменный стиль Клипаки? За счет чего композитору удается быть столь узнаваемым? Давайте попытаемся вывести этот рецепт. На первый взгляд, самое важное, это жесткий рок-запилы, что неудивительно, ведь формирование музыкального вкуса у Фрэнка началось в 70-е. Время, когда рок-музыка была, пожалуй, на пике. Во многом на юного Клипаке влияние оказали ACDC, Iron Maiden и Дэби Шмот. Однако, если прислушаться, то в отличие от рок-музыки, где, как правило, ритм задают жесткие барабаны, в композициях Клипаки порой за это отвечают биты. Иногда столь же жесткие, быстрые, но биты, пришедшие сюда прямиком из хип-хопа. На такую мысль Клипаки натолкнуло, по его собственному признанию, увлечение другой группой, а именно Африка Бомбата. Однако важно другое. Откуда в композициях Клипаки взялась эта примесь Индастриала? Если начинаешь задумываться, из каких элементов составлены его треки, то это кажется несочетаемой мешаниной стилей. К тому же зачастую Фрэнк записывает и всегда записывал большую часть инструментов сам. Он отлично владеет гитарой, басом, барабанами и клавишными. И ему пришлось научиться на всем этом играть, потому что иначе он не мог донести до друзей, с которыми музицировал в группах, свои мысли. Будучи изначально барабанщиком, я не мог обсуждать с другими участниками группы идеи, которые у меня были для новых песен. Я не знал нотную грамоту, поэтому не мог толком объяснить, как им нужно играть песни моего сочинения. Поэтому я сам научился играть на музыкальных инструментах, а затем и записывать первые демо. Эти демо-записи пока что он пишет по большей части для себя, чтобы дать выход своему креативу и обучиться работе со звуком. Однако именно они скоро дадут Фрэнку дорогу в жизнь. Почему-то так получается, что зачастую увлечение видеоиграми у подростков тех лет не происходит без увлечения программированием. Вот и Фрэнк Клепаки под конец 80-х начинает изучать Basic на компьютере Tandy 1000. Параллельно он пытается устроиться на работу тестировщиком программного обеспечения и в одно из мест его даже принимают. Только вот оттестировать ничего он толком так и не успел. Однажды за обедом, разговарившись с одним из звукорежиссеров, Клепаки рассказал ему о своих музыкальных экспериментах и всучил ту самую кассету с демо-записями. После этого Фрэнк был переведен в другой отдел, где уже писал музыку для порта одной из игр компании. История не сохранила имени того человека, зато прекрасно помнит название студии. Но умение играть на обычных инструментах Фрэнку тут оказалось недостаточно. Ведь первые игры, над саундтреком которых он работал, это Port Dragon Strike для NES и Eye of the Beholder 2 для PC. Все они были написаны с использованием медисинтизаторов. При этом иногда уловить сочетания разных жанров, присущие Клепаки, можно и тут. Вот он еще один кирпичик уникального стиля Фрэнка, электронная составляющая. С этого момента разного рода сэмплеры стали неотъемлемой частью его саундтреков. В 1992 году Вествуд выпускает игру в жанре, который закрепит ее в ранге одного из лучших разработчиков стратегических игр. Выходит легендарная Дюна 2. Примечательно, что тут зарождается еще одна отличительная черта Клепаки как композитора. Работая с чужой партитурой, он не просто копирует ее, стараясь подражать оригиналу. Он старается переосмыслить услышанное. Внести новые контексты, взглянуть под другим углом, при этом оставив самое важное. Суть саундтрека неизменной. В случае с Дюна 2 сыграло на руку то, что музыкальное сопровождение к фильму Дэвида Линча, к которому оцелалась игра, был написан Дэвидом Пейчем, клавишником и вокалистом группы Тото. Так что любовь к жанру рок-музыки, манере исполнения и увлечения клавишными инструментами, позволили Фрэнку, бережно обращаясь с оригиналом, добавить музыке яркости. К тому же именно тут, пусть и в виде формате, но куда более отчетливо начал прослеживаться электронный компонент его произведений. Буквально сразу же Фрэнк начинает выбивать комбо из работы над адаптацией культовых произведений. После Линчевской Дюны его привлекают поработать над саундтреком к игре по мультфильму «Король Лев». При этом вместе с другими музыкантами, задействованными в проекте, он мог послушать музыку анимационного фильма задолго до выхода на экраны. Для того, чтобы вектор их музыкального видения совпадал с таковым у композитора картины. Им, кстати, был Ханс Циммер, и за саундтрек «Королю Льву» он получил первый в своей карьере Оскар. А о работе клипа Акин от адаптации Циммер отзывался «Очень тепло». Забавный факт, что свой второй Оскар Циммер получит за написание музыки к Дюне Дэнни Вильнёва в 2022 году. Клипа Акин же тем временем тоже двигался к своей первой награде за видеоигровой саундтрек. И, поработав над третьей частью Point and Click Adventure The Legend of Kirandia с подзаголовком «Malcolm's Revenge», с которой он, к слову, знаком, так как писал саундтрек для всей серии, где вовсю оттачивал навыки работы с разными музыкальными сэмплерами. В общем, после этого наступила эра, окончательно закрепившая за Фрэнком Клипаки статус одного из самых узнаваемых композиторов. А музыка в созданном им стиле стала визитной карточкой. В 1995-м свет увидела первая часть «Command and Click». Всё начинается с понимания того, для чего я пишу музыку. Это тема битвы или главная тема, музыка окружения или что-либо ещё. Затем я выясняю, какой тип настроения или стиля подходит лучше всего. Далее нужно подобрать правильные инструменты, а затем начинается процесс написания. Толчком может быть что угодно. Гитарный риф, мелодии для валторны, барабанный ритм или басовая партия. Таким образом я продолжаю чередовать инструменты трек за треком, записывая по одной партии за раз. Пока у меня не получится что-то, что звучит полно и передаёт суть, к которой я стремлюсь. Во время подготовки к написанию саундтрека Фрэнк Клипаки вдохновлялся такими группами, как «Министри», «Уайт Зомби», от которой позже отколется легендарный роб-зомби, и «Найн Инч Нейлз». А также запасся отличной аппаратурой. Сэмплерами ISR-10 и Roland S760 в сочетании с синтезаторным модулем Roland JD-990. Может эти названия вам ничего и не скажут, и я понимаю, что важен мастер, работающий с инструментом, а не сам инструмент. Тем не менее, прошу прощения за тавтологию, эти электронные инструменты сегодня уже практически легенда. Ведь с ними работали Blur, Daft Punk, Michael Jackson, ATB. Господи, аааа. Кэнни Уэст, Рамштайн, Тимбалэнд, Продиджи, и это я только прошелся по верхам. Ну и тут за аппаратуру взялся очень талантливый человек. Следующая отличительная черта музыки Фрэнка Клипаки – менять ритм один раз каждые четыре такта. За счет этого достигается интересный эффект, музыка постоянно имеет развитие. Она следует основному мотиву, но постоянно видоизменяется. Причем зачастую в определенный момент может сломаться и сам мотив. Но эти переходы выглядят настолько естественно и эффектно, что подчас поменявшаяся до неузнаваемости к концу трек воспринимается целостно и не надоедает. Именно здесь проявляется талант Фрэнка Клипаки как создателя танцевальной музыки, ведь большая часть его треков – это чистейший грув. Грув – это то чувство, которое заставляет служителя притопывать, прихлопывать, пританцовывать в такт музыке за счет мастерски наложенных друг на друга ритмов. При написании стоит чуть ошибиться и магия не сработает. Звучит сложно, но уверен, что каждый ловил это ощущение хотя бы раз и понимает, о чем речь. Саундтрек первой CNC вообще крайне разнообразен. Тут и резкое переключение с металлического звучания на аллюзии в сторону Костыльвания. И оммаш к 80-ым и саундтрекам Яна Хаммера. Хаммера я вообще считаю одним из самых влиятельных композиторов, и если бы этот канал не был посвящен музыке из видеоигр, а Яне можно было бы сделать отдельное видео на час, если не больше, ведь Вамогом без него как минимум. Не было бы Синтвейва, а значит и саундтрека Hotline Miami. Да и этого легендарного опенинга не было бы тоже. Прошу прощения, что отошел в сторону, просто не мог это не упомянуть. Вернемся к CNC. Музыкальное сопровождение этой игры запоминается не только ритмичными, но и вполне спокойными и в чем-то даже держащими в напряжении треками. А также лирическими мелодиями. При этом всей вышеописанной аппаратурой Фрэнк Клипаки запасся не просто так. Именно тут он начинает вовсю экспериментировать с сэмплами. Например, в треке No Mercy использована фраза главного злодея Чака Деномоласа из фильма «Новые приключения Билла и Теда». Композиция «In Trouble» цитирует Топ Ганн с Томом Крузом. А также трек «Remember Now» хэви-метал группы Queen Shrine. И таких вариантов сэмплирования в каждом произведении Клипаки вагон и маленькая тележка. Если я буду упоминать каждый, то ролик растянется до каких-то неприличных размеров. Кстати, можете писать свои примеры сэмплов, которые вам удалось обнаружить в комментариях. С удовольствием подсчитаю. Я же буду останавливаться на самые, на мой взгляд, интересных. В общем, даже почти спустя 20 лет саундтрек Common & Conka практически не устарел. Он по-прежнему остается интересной и разноплановой музыкой. Однако Фрэнк Клипаки даже не думал останавливаться на нем. Почти сразу после релиза игры стало ясно, что она обречена на продолжение. Так что Клипаки принялся писать, как он тогда думал, очередную композицию для компании Братства Нот. После выхода CNC мы, не теряя времени, выпустили дополнение Covered Ops. Я написал еще несколько тем в стиле Ambient, а затем начал работать над этой хэви-металлической песней. Когда Брэд Спэрри, президент Вествов, зашел в мой офис, он спросил, «У тебя есть что-то новенькое?» А я ответил, «Да, у меня есть вот такой трек. Я назову его Hellmarsh». Мы сидели и слушали песню, после чего Брэд воскликнул. «Боже мой, это должна быть главная тема следующей игры!» Я удивился. «Правда? Ладно, это круто!» Изначально я даже не знал, что Рэд Аллерт будет приквелом. Я думал, что это будет продолжение оригинальной истории. Тем не менее, несмотря на то, что Рэд Аллерт относительно первой CNC происходила задолго до ее событий, Клипак и не хотел, чтобы музыка тут звучала как нечто устаревшее. Безусловно, у нее должно быть свое лицо, своя интонация, но от Индастриала было решено не отказываться. Hellmarsh стал визитной карточкой всей серии Рэд Аллерт, и в отрыве от нее просто не воспринимается. Энергичный барабанный бой в сочетании с редкими и безжалостными гитарами задают нужную рифму сразу. Эксперименты в сэмплировании продолжились и здесь. К примеру, в треке Рэддио Клипаки используют григорианские песнопения, вплетая их в индустриальное звучание. В этой же композиции используется кусочек творчества нью-йоркского R&B-дуэта D-Train под названием Misunderstanding. Далее, здесь же у нас ритм, взятый у британской нью-вейв-группы Art of Noise. И, я напомню, мы все еще говорим о треке Рэддио Толпа, скандирующая, как мне кажется, имя немецкого диктатора середины 20 века. В композиции Workman используется трек уже упомянутой выше команды White Zombie. А в терминейт звучит переработанный сэмпл из библиотеки Roland S760. Его же, кстати, можно услышать и в одной из песен группы Gorillaz в Ghost Train. Я же говорю, этот сэмплер просто культовая вещь. В треке МАД медленный групп постепенно меняется со временем. А Face the Enemy и вовсе приближается к оркестровому звучанию. Эти, казалось бы, причудливые сочетания нескольких стилей. Вот что делает творчество Фрэнка Клепаки захватывающим. Даже после многократного прослушивания. После работы над Red Alert в Westwood Studios попытались развить серию в новом направлении с помощью Tiberian Sun. Вернувшиеся Фрэнк Клепаки в паре с Джаредом Мендельсоном при этом решили немного изменить и музыкальную направленность. Давайте начнем с новичка. Джаред решил привнести в партитуру что-то новое, но при этом отдавая дань уважения предыдущим проектам. В Faratek после амбиентного вступления появляется экзотический микс, сочетающий арабские духовые с забойными техно-битами. Многие стили и инструменты здесь являются новыми для серии, но сохранившийся жесткий ритм и командные маршевые звуковые эффекты с одной стороны отсылаются к Red Alert и творчеству Клепаки, а с другой привносят разнообразие. Новинкой для серии стало и применение саундскейпов, то есть использование звуков окружения как части музыкальной композиции. В этом смысле Loan Trooper и Dusk Hour являются отличными примерами такого подхода. На протяжении всего трека Loan Trooper ощущается какая-то пустота и отрешенность, не покидающее чувство одиночества и не просто так, ведь композиция играет во время миссий по сопровождению, где нет места ожесточенным боям и танковому рашу. Даск Ауэр же, напротив, состоит из наложения ритмов и мелодий с научно-фантастическим оттенком. Чего? А? Жесткая электронная перкуссия, звуки электроприборов, искаженные и словно вывернутые наизнанку синтезаторные партии создают ощущение почти физического дискомфорта. Некоторые треки отсылаются к самой первой игре серии, например, Valve с индустриальным звучанием работающих заводов и каких-то механизмов. Тем не менее, они наполнены новым экспериментальным звуком, который зашел, правда, не всем фанатам творчества Фрэнка Клепаки, так что было принято решение вернуться к истокам. И Вествуд как раз начала разработку второй части Red Alert, а Фрэнк решил вдохновиться чем-то не менее культовым, чем в первый раз. Сейчас опорой саундтрека стала Rage Against the Machine. Чуть ли не самый первый трек, пловый, да, буквальный омаш к творчеству американских рокеров. Клепаки в саундтреке Red Alert 2 терзают бас и электрогитару еще интенсивнее, накладывая их поверх мощнейшей барабанной партии. В музыке тут вообще стало больше контекстов и два заметных деталей, из которых и строится цельная картина. Например, легкий синтезаторный ритм в Probing, что появляется ненадолго, разбавляет мелодию, а затем исчезает навсегда. И лежит джанк, смесь индастриала и хардкорной электроники классического клепаки, в которой постоянно меняются рифы, бэкграунд, а в какой-то момент и вовсе ломается ритм композиции. Фрэнк Клепаки при написании музыки Крэдалер 2 снова идет на эксперимент, но в этот раз экспериментируя, он не изменяет себе и своему стилю. Например, C&C in the House смешивает хаос и тяжелый рок. А 200 митос и вовсе отдает атмосферой загадки, шпионажа, тайных операций и правительственных заговоров. В общем, Металгиром. Ну и никуда не делся адский марш, который, как и игра, получил цифру 2 в названии и стал еще более интересно скроенным. По признанию самого Клепаки, эта композиция ему так сильно нравится, что он может бесконечно переписывать и улучшать ее. Именно, как мне кажется, во второй части окончательно сформировался настоящий авторский стиль Фрэнка Клепаки. Это не эмбиен или чистая электроника, это не хардкор или рок, это что-то впитавшее всего понемногу. Это по-настоящему новый стиль музыки, новое направление. Роктроник, а его первопроходца, Фрэнка Клепаки, будут стараться копировать. Как же звучит, а? Прямо реально кайфово очень звучит. Прямо реально человек талант по-своему. Ну, по-моему, так всквозь ролики все равно, так или иначе подходили к этому замечательному, как это сказать, музыканту или исполнителю, как это назвать-то правильно. Ладно. Как ни назови, все равно вы меня... Ну, ладно. Клепаки, для которой Клепаки написал всю партитуру, нужно вернуться к важным проектам, которые пришлось вынести за скобки по разным причинам, но которые тоже во многом повлияли на формирование его музыкального стиля. Вы же еще не забыли, что Клепаки отлично справился с переложением саундтреков «Королю Льву» и «Дюни Линча» на видеоигровые рельсы. Почти сразу после выхода первой части Red Alert ему представилась возможность поработать с не менее крутым произведением. Спасибо. Вествуд занялась производством игры по мотивам «Бегущего по лезвию». И тут вот что интересно. Несмотря на то, что оригинальную партитуру Ван Гелеса использовать при разработке было можно, доступ к студийным демо и несведенным записям разрешен не был. Так что Клепаки пришлось на слух воссоздавать темы кинопроизведения. Разработчики были удивлены вниманием к деталям, посчитав, что копии Клепаки звучат четче, чем оригинал. Таким образом у Фрэнка появился еще один важный навык, который пригодится ему в будущем. Умение не просто писать адаптированную музыку, а структурно понимать ее устройство и то, как ее создал автор. Чуть позже Клепаки сочинил музыку для Дюна 2000, где он не просто попытался обновить музыку Дюны 2, но и снова уже на новом уровне развития технологий и обладая куда большим опытом, отдал дань уважению оригинальному музыкальному стилю, созданному клавишником и вокалистом группы Тото. Забавно, что Дюну 2000 критики довольно часто ругали за разные аспекты, но не за музыку. Она, по большей части, понравилась всем. И, как мне кажется, вполне заслуженно. Как раз после выхода Red Aller 2 появилась Emperor Battle for Dune, и над ней Клепаки снова поработал в соавторстве с Джаредом Мендельсоном. Вообще, Фрэнк считает саундтреки этих двух Дюн более осмысленными и полными, потому что при работе над Дюной 2 все же было много технических ограничений при написании музыки. Над Battle for Dune на самом деле работал и еще один автор – Дэвид Аркинстоун. В коллаборации с Клепаки они придали саундтреку немало оркестровых мотивов. А сам Дэвид чуть позже стал практически штатным композитором в World of Warcraft, написав музыку к почти всем его аддонам. В Вествудже, меж тем, закончив работу над Red Aller 2 и дополнением Юри с Ревенш, решила снова вернуться к Сиэнси. Ренегейт была смелым экспериментом по смене жанра и перспективы. Теперь мы были не командиром, витающим где-то над полем боя, мы были непосредственными участниками событий. В распоряжении была и техника, и разные классы солдат, и добыча ресурсов. В общем-то, все элементы стратегии, но с видом от первого лица. В плане музыкального сопровождения, Клипаки снова предлагает жесткую смесь из рока, электроники и техно. Забавно, что первый же открывающий трек «Стомп» использовался еще в самой первой Сиэнси. По-видимому, это было нужно для того, чтобы показать преемственность таких разных игр еще и через музыку. И Клипаки в этой игре создает потрясающую энергетику, смешивая гитарные рифы и техно-ритмы. Более мелодичные фрагменты тоже присутствуют, но сохраняют при этом жестокое, хардкорное звучание, которое у большинства ассоциируется с классикой Клипаки, такой как «Хелл Марш». Именно чувство ритма Клипаки делает его музыку такой привлекательной и эффектной. Гитарные рифы и мелодия, составляющие «Гады Презент Фоя», сами по себе довольно просты, но сведены таким образом, что звучат круто до сих пор. «Ин Де Лайн оф Фай» из-за постоянного развития отлично передает накал страстей во время боя от первого лица. Более амбиентные темы, такие как «Сник Атак» или «Снайпер» тоже не отстают, хоть они и построены на наложении мотивов друг на друга. Не выглядят мешаниной звуков, задавая нужный тон и атмосферу. А чисто перкуссионные темы вроде «Монтик» и «Индастрил Эмбиент» «Пока смотрю, я понимаю, что мы по всей подноготной пройдем, а многие сейчас поностальгируют». «Красно передают атмосферу окружающего пространства». На мой взгляд, «Ренегейт» и «Редалер 2» — это Фрэнк Клипаки на пике формы тех лет. Вся музыка здесь захватывающая, запоминающаяся. И если кто-то из авторов начинает пытаться писать что-то в таком стиле, мы неизменно будем слышать в этих произведениях Фрэнка Клипаки. На самом деле, примерно так и произошло. Через год после выхода «Ренегейт» Вестфуд закрылась. Часть сотрудников перешла в Electronic Arts, а часть сформировала Petroglyph Games, куда и ушел Клипаки. Но об этом чуть позже. Первая же серия, за которую взялась новая команда, была CNC с подзаголовком «Дженералс». Вместо Фрэнка Клипаки заняли голливудские композиторы Билл Браун и Микаэль Сандгрен. И это заметно, ведь саундтрек стал куда ближе именно к партитуре для кино. Однако стремление новых авторов сохранить корни серии прослеживается. Главная музыкальная тема — это интересная попытка объединить кинематографический подход Голливуда и зажигательные ритмы CNC. Гитарные рифы, вдохновленные Фрэнком Клипаки, слышны в саундтреке повсюду. Тем не менее, большая часть музыки остается и близкой к стандартному голливудскому звучанию, добавляя при этом этнические элементы. И, на мой взгляд, это не то чтобы критично. Все же «Дженералс» была игрой куда более реалистичной, чем карикатурная Red Alert или футуристическая Tiberian Sun. В целом, оригинальный саундтрек Common & Conquer Generals — достойная попытка придать изменившейся серии новое лицо, сохраняя при этом наследие Клипаки. Однако EA решила вернуться к Тибериумной саге третьей частью CNC. Первый же трейлер, как и Рейнигейт, решил показать преемственность музыкальным сопровождением. В качестве фоновой композиции там вновь использовалась стом. Клипаки хоть и ушел в Петроглиф, но ему было разрешено работать и с другими студиями. Когда я узнал, что разрабатывается третья часть CNC, я пытался связаться с Electronic Arts. Я хотел написать музыку для продолжения и даже отправил им кое-какие наработки. Но мне не ответили. Вместо Клипаки было решено привлечь Тревора Морриса и Стива Яблонски. Оба до этого в основном писали музыку для кино, а в плане игровых саундтреков за плечами у Тревора, например, были NFS Carbon и одна из частей SimCity. А Стива я частично уже касался в своем прошлом видео о музыке серии Принцов Пёржа. Но эта работа у Стива была еще впереди. Сейчас же авторам нужно было работать с наследием Фрэнка Клипаки. Новая команда решила сохранить музыкальную направленность Tiberian Sun. Только вот амбиентные темы тут, как мне кажется, по большей части стали совершенно неинтересны. На фоне той же Valve, идея на такая же Кристаллин с ее плавно смешанным сочетанием электронных ритмов, этнической перкуссии и струнами не создает никаких конкретных образов. Это больше похоже на фоновую музыку, собранную из бесплатных библиотек, чем на написанный эмбиент. При этом раньше, если вы помните, даже выдергивание целых сэмплов из других произведений Фрэнком Клипаки обыгрывалось. Тут такого и близко нет. В большинстве мелодий присутствуют какие-то особенности, такие как непостоянные ритмы Blackdown или всплески электрогитары в Blue Control. Но это лишь фоновые элементы, которых недостаточно, чтобы нужным образом раскрасить композиции. Некоторые треки, такие как, например, No Surrender, пытаются в музыку в стиле Фрэнка Клипаки, но их структура не такая сложная. Все же мне кажется, что подход Фрэнка просто так не скопировать. Однако, если вы думаете, что Яблонский и Морис какие-то неумехи, то очень зря. Это способные музыканты, просто их стиль исполнения не подходит для вселенной CNC. Но даже здесь находятся интересные оркестровые партии, вроде и Монин Ауэр. Или урбанистическая Crimson City, где после продолжительного амбиентного вступления происходит резкий переход к суровой гитарной партии. Или же деревянные, духовые в автомат, словно бы отсылающие ко второй части CNC. Но креативности новым авторам все же немного не хватает. Музыкальное сопровождение в целом получилось скучнее предшественников от Вествуд и переосмысление в лице Дженералс, так что со следующей игрой облажаться было нельзя. И Electronic Arts делают правильный ход. Возвращают к работе над музыкой Фрэнка Клипаки. Забавно, что у многих игроков сегодня Red Alert ассоциируется именно с играющим на фоне советским маршем, к которому Клипаки не имеет практически никакого отношения. Занятость над текущими проектами позволила ему написать лишь несколько треков и консультировать новичков в серии Тима Уинна и Джеймса Ханнигана. Получившийся в результате саундтрек вышел, вероятно, самым разнообразным в серии. В третий раз Клипаки переписывает Хелл Марш, и это снова прекрасно. Это, пожалуй, самое оригинальное исполнение культовой темы, сочетающей оркестровые, хоровые и электронные элементы с гитарными рокерскими запилами самого Клипаки. Грайндер 2 – полная трансформация мелодии из Red Alert 2. Если там сэмплы голоса сочетались с электронными битами, то тут ко всему прочему прибавляются оркестровые и этнические элементы в виде русского хора. Или же композиция The Red Menace – беспощадное соло на электрогитаре, дополняемое хоровым пением. Сочетание, сносящее всё на своём пути. В отличие от авторов саундтрека CNC3, Уин и Ханниган понимают, что делают. Все треки ужасно стереотипны, но ведь Red Alert всегда была об этом. Теперь атмосферу клюквы, отбитости и безумия дополняет и музыка. О Mother Russia и Russian Retreat представляют собой брутальное изображение советской фракции, где преобладают жестокие гитарные рифы и ничуть не хуже, чем у самого Клипаки. Большая часть песен тут написана совсем не им, но если об этом не знать, этого будто бы и незаметно. Это то самое звучание Клипаки, это и есть фирменный стиль. Когда мы слышим музыку, вдохновлённую композитором, ассоциативный ряд приводит нас к первоисточнику. Даже если эту музыку написал не он. Но не Клипаки единым. Если советская сторона тяготеет к старым играм серии, то вот союзники выдержаны несколько в ином ключе. Чему-то, на мой взгляд, приближённому к панк-року. Я считаю Уинна и Ханнигана лучшими композиторами серии после самого Фрэнка. Ведь они додумались до простого элегантного решения. Раз в основе игры лежит рок-троник, то мы просто будем примешивать электроники в разные жанры рок-музыки. Так, оттолкнувшись от истоков, СССР получил стандартные для серии композиции. Союзники олицетворяли собой подобие панк-рока и кантри, а империи восходящего солнца, третьей стороне конфликта, достался, всё правильно, джей-рок. Ну и я не могу ещё раз не упомянуть совет марш Джеймса Ханнигана. Трек как нельзя лучше контрастирует с адским маршем, но мелодия с примесью национального колорита, яркой и красочной оркестровки звучит очень похоже на реальный гимн, но на его карикатурную версию, что и требуется серии. Сотрудничество всех трёх композиторов явно сработало, поскольку каждый внёс в партитуру что-то своё. Клепаки создаёт самые яркие версии своих классических тем и курирует остальных. Ханниган потрясающе сочетает восточные инструменты с традиционными оркестровыми и рок-влияниями, а Тим Уин замешивает... А эту песню-то я слышал, кстати, к слову. ...что всё вместе звучит удивительно свежо и целостно. Клепаки не просто создал новый жанр, он обучил ему других композиторов и передал серию в надёжные руки Уинна и Ханнигана, которые смогли не только в музыкальном плане достойно завершить серию Red Alert, но и исправить ошибки саундтрека CNC3. Ведь к четвёртой части привлекли именно их. Клепаки в написании музыки уже не участвовал. На замену ему выписали не менее талантливого парня, автора саундтрека Dead Space Джейсона Грейвза, а также весь оркестр лондонской филармонии, что уже само по себе звучит сильно. Ханниган при написании главной темы явно вдохновляется уже не Фрэнком Клепаки, а музыкальным сопровождением Джерри Голдсмида к фильму Star Trek. Композиция эволюционирует от задумчивого танцевального вступления до марша. В полной мере демонстрируя, что оркестр может привнести в саундтрек что-то новое. Композиция обеспечивает прочную тематическую основу для всей партитуры. Многие работы Джейсона Грейвза, представленные в этой игре, отдают, что неудивительно, Dead Space. Возможно, дело в их ритме или грубых тембрах. В более диссонирующих репликах я не могу понять до сих пор, в чем именно, но в работах Джейсона Грейвза всегда есть что-то опасно привлекательное. Тим Уин в компании Братство Нот сочетает оркестровые, этнические и современные музыкальные элементы. Things Fall Apart предлагает совершенно иную эстетику, подчеркивая неземной этнический вокал, зацикленные сэмплы и перкуссии, арабские инструменты в исполнении оркестра. Все это тут работает на создание общей атмосферы. Но главной звездой все же является Ханниган. Его The Prophet's Ascension длиной почти в 11,5 минут охватывает огромный диапазон звучания. Композиция начинается с медленного струнного ададжио, постепенно вплетая духовые, электронные инструменты. Добавляя медные фанфары. При этом при наслоении инструментов сохраняется одна и та же последовательность аккордов, сохраняется единый ритм. Но это еще не все. Ханниган отлично завершает серию, объединяя стилистические особенности всех авторов, работавших над ней, и ставит, как говорится, жирную точку в этой истории. Композицией The End of All Things. Однако, несмотря на то, что серия CNC была покончена, Фрэнк Клепаки продолжил творить и за ее пределами. Самое, пожалуй, важное для него событие, как для автора, произошло именно после распада Вествуд. Дебютной игрой Петроглиф Геймс с Клепаки в качестве главного композитора была Star Wars Empire at War. Еще одна знаменитая кинофраншиза, к игровому воплощению которой Клепаки приложил руку. Кажется, что все предыдущие работы по игровым адаптациям кинопроизведений вели его к этому моменту. Будучи страстным поклонником Звездных войн, он еще во времена работы над Тибериумной сагой с диким восторгом писал музыкальное сопровождение к сценам с участием Джеймса Эрла Джонсона. В CNC тот исполнил роль генерала Джеймса Соломона, а в Star Wars, если вы вдруг не в курсе, это голос Дарта Вейдера. В Empire at War Клепаки нужно было работать с партитурой гениального Джона Уильямса, и он старался настолько бережно обращаться с его работами, насколько вообще мог. Я старался свести к минимуму изменения в треках, чтобы сохранить классическое звучание Звездных войн. В основном я сочинял музыку для новых областей вселенной Star Wars, при этом тесно сотрудничал с командой по созданию звуковых эффектов, чтобы обеспечить единую звуковую картину мира игры. Сейчас мне кажется, что работа над Empire at War это лучшее, что мне довелось сделать. В дополнение к игре, получившем название Forces of Corruption, Клепаки позволил себе куда большую творческую свободу. Сохранив дух саги, он написал оригинальную тему для новой криминальной фракции. В соответствии с преступной тематикой игры, Клепаки позаимствовал мотивы и воссоздал настроение сцен с участием Джаббы Хатта в «Возвращении джедая». Разработку игры курировали в LucasArts, так что все идеи приходилось утверждать у них. Идеи Клепаки утвердили с первого раза. Как звукорежиссер Петроглиф, я также подбирал звуковые эффекты. Это сложный процесс, ведь новые звуки всегда немного отличаются от привычных нам. И нужно сохранить стиль, привнести что-то новое, при этом не сильно отклоняясь от оригинала. После этого Клепаки, кажется, был готов ко всему. И он всегда был не про топтание на месте, а про развитие. В следующей игре, над которой он работал, Universe at War, он демонстрирует больше традиционного электронного звучания, но при этом и с более мрачным, менее игривым оттенком. Для инопланетной расы я создавал неестественную эстетику с помощью арсенала искаженных шумов. Например, комбинации звуков тяжелых подъемных кранов, записанных с усиленными ударами, чтобы придать юнитам фракции угрожающий машинный звук. Еще я придумал язык этой расы для записи различных вокальных элементов. Doom of the Alliance и Preparing каждую секунду передают мрачную атмосферу под аккомпанемент гитары, ударных и струнных элементов. Атмосферные треки вроде схематика интересны и жутковаты одновременно. А Anticipating же вообще будто бы вдохновлена культовой группой Morphin. Другой яркий пример. Пение хора в Display of Power, где Фрэнк обращается к грандиозной героической теме, которую выписывал во многих своих прошлых саундтреках. Поэтому в последовавшем далее проекте End of Nations он пишет музыку почти на три часа, полностью с участием оркестра. Благодаря огромному опыту, главная тема End of Nations это мощная военная увертюра с выдающимся соло на трубе и прекрасными гитарными партиями. Для меня это один из самых неожиданных саундтреков клипаки, плотный, разнообразный, с новыми оттенками, но в то же время не забывающий о корнях. Marsch of the Order, Gunnett и Imposing Wheel представляют собой комбинации оркестра, хора и рока, как в старые добрые времена. Creeper используют обратный подход, делая четкий акцент на современных оркестровых элементах, а гитарные тут отходят на второй план. Или On Russian Ground, гибрид Запада и Востока. Крайне удачное сочетание. Плотность и сложность этого саундтрека невозможно передать словами или такими короткими вставками. Это относится в целом ко всей музыке клипаки. Ее необходимо послушать самостоятельно, чтобы понять в полной мере. Взять, к примеру, саундтрек еще одной игры Petroglyph, Grey Goon. Без знакомства, даже пусть и поверхностного, с творчеством клипаки, невозможно ощутить всю крутизну треков Beta Formation и World Defense. Последний так и вообще чистейший рыдалер. В музыке этой игры вообще очень много оттенков от успокаивающих чиллаут звуков Exploration до красочных технопоп-композиций вроде Increase Production и более глубоких научно-фантастических настроений Material Eyes. И, само собой, главная тема передает необъятность глубокого космоса своим мощным оркестровым и хоровым звучанием. Клипаки за столько лет не просто не растерял Задора, он в дополнении к этому приобрел массу навыков как композитор, как саунд-продюсер, как исполнитель на большой сцене... Стоп, на какой еще сцене? Ах да, с этим связана еще одна интересная история. После завершения работы на Дредалерт, Клипаки получил письмо от парня по имени Тони Диккенсен. Он написал свою собственную, совершенно безумную симфоническую версию Адского марша для какого-то конкурса и подумал, к кому как не к оригинальному композитору лучше обратиться за советом о том, как это можно улучшить. Поэтому он связался со мной и спросил, что я об этом думаю. Клипаки услышанное очень понравилось. Он дал парню пару советов по микшированию и в итоге Тони выиграл свой конкурс. После этого Тони и Фрэнк поддерживали связь много лет. Тони стал профессиональным музыкантом и оставался фанатом творчества Клипаки. Затем Диккенсен собрал музыкальную группу и назвал ее Tiberian Sons, участники которой сделали ремиксы на многие произведения Клипаки. В середине десятой Блин, оставьте, качают! К тому времени у него за плечами, помимо игр, было несколько сольных альбомов и он связался с организаторами мероприятия, чтобы просто поиграть. В итоге ему выделили целый слот под большую группу с предложением исполнить сет по мотивам Command & Conquer. С живой группой, на сцене, впервые в истории. Я немедленно позвонил Тони и сказал «Они выделили мне одно из мест для хедлайнеров. Мне нужна группа для концерта, чтобы сыграть музыку из моих игр. Ты в деле?» Естественно, он был в деле. Тони Диккенсен, когда-то спрашивающий у Клипаки совета, выступает с ним на одной сцене. И этот союз получает название Фрэнк Клипаки и Тибериан Санс. Фрэнк Клипаки – это человек, создавший новый жанр музыки и заставивший измениться саундтрек для стратегий в целом, вдохновляющий людей своими мелодиями, обладающий уникальным стилем, потому что музыка неотделима от своего создателя. Так что сейчас, когда мы слышим саундтрек Red Aller, CNC или просто Industrial, приправленный маршевыми мотивами и электрогитарами, мы слышим Фрэнка Клипаки. И ритмы этой музыки заставляют ее переслушивать раз за разом, испытывать эмоции, потому что музыка становится неотделима и от нас. Ведь теперь это – часть нашей жизни. Ирония в том, что моей первоначальной целью было играть в знаменитой группе, гастролировать по миру и продавать миллионы альбомов. Вместо того, чтобы играть в известной группе, я приобрел известность в индустрии как композитор для видеоигр. Вместо того, чтобы гастролировать по миру, я получаю письма от поклонников со всего мира. Вместо того, чтобы продавать миллионы альбомов, моя музыка присутствует в миллионе видеоигр. Так что в конечном итоге я получил даже что-то более значимое. не дурно нет правда это было действительно не дурно я чего-то нового для себя узнал и это было действительно любопытно я мало когда раньше задавался вопросами про музыку в играх буквально на последнее время я так или иначе начал хотя бы ну чуть-чуть так отдаленно интересоваться кто где что кого и зачастую это опять же влияние подписчиков которые такие смотри амигу он и ты знаешь кто кто такой я вылетела из головы а про мика гордона я помню да мы смотрели тот же ролик и откуда ладно это вот 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 имя того великого человека который создал саундтреки думчика и куда да именно так да или такую вау и гордон сейчас фрэнк репаки я все больше и больше пополняю списочек композиторов которых которых я мог слышать раньше в играх но никогда не задаваться вопросом кто они что они я думаю что это просто полезно знать просто полезно знать и интересно даже в какой-то степени что же ребята всем спасибо за просмотр подписывайтесь кто не подписан и увидимся в следующем видеоролике всем пока пока